Бывший гражданский муж Кристины Арбакайте популярен не только благодаря успешной карьере, но и любовным романам, многие из которых получили громкую огласку. Так недавно стало известно, что бизнесмен всерьез увлекся молодой манекенщицей. Накануне Нового года 51-летний Руслан Байсаров сыграл свадьбу с возлюбленной. Супругой Байсарова стала чеченская 18-летняя модель Аламат из местного села Шали. По слухам, на церемонии, которая состоялась 30 декабря, настояла родительница невесты. Девушку уже окрестили шестой женой бизнесмена, однако для мужчины это третий официальный брак. Первой женой 51-летнего Руслана Байсарова и матери его дочери по имени Камила, родившейся в 1993 году, была фотомодель Татьяна Ковтунова. Многие считают, что отношения экс-возлюбленных закончились из-за романа «Бизнесмена» с дочерью Примадонны российской эстрады Кристины Арбакайте, с которой Байсаров прожил в гражданском браке около шести лет. За это время Арбакайте родила предпринимателю сына Дэнни. После расставания с певицей в 2003 году Байсаров съехался с 19-летней моделью агентства Молдос Вивенди с Алиной Цевиной, которая стала мамой еще одного сына бизнесмена Элмана. Пара проживала вместе в доме Байсарова в Подмосковье. Тем не менее, и этот союз ждало расставания. Уже через два года на той же жилплощади обосновалась другая модель. И скоро у девушки по имени Юлия родилась дочь Дали. В 2009 году бизнесмен женился в третий раз. В отношениях с чеченкой Мадиной Гайтаевой у предпринимателя появилось еще два наследника – сыновья Амин и Амир. Брак был официально зарегистрирован в селе Ведучи и Тумкалинского района Чеченской республики. После разрыва с бывшими возлюбленными Байсаров настаивал, чтобы наследники оставались жить с ним. Большинство женщин это условия устраивало. Так, ранее с отцом остались сыновья Дэни и Элман, а также дочери Камилы и Дали. Напомним, что предприниматель входит в список 200 богатейших людей России. Изначально Байсаров пытался зарабатывать в торговле, начиная с продуктов и заканчивая компьютерами, после чего решил вложить финансы в индустрию развлечений и красоты. Первым бизнес-проектом Байсарова стал салон красоты в Москве, а вторым – японский ресторан. Сейчас же предприниматель занимается делами в сфере энергетики и строительства.